Добрый день, уважаемые ученики, подписчики нашей рассылки и зрители нашего канала. С вами Тимофеева Тамара. У нас сегодня с вами обучающее видео. Мы будем учиться краить прямо на ткани вот такое прекрасное платье. Посмотрите его, вот так оно смотрится спереди. Вот так оно смотрится со стороны спинки. Оно на завязочках, его можно носить с поясом, а можно носить и без пояса. Это платье имеет вот такую характерную особенность, приятную для вас. Оно имеет всего один шов, и этот шов проходит по спинке. Вот один шов, и вся конструкция готова. Вот так оно смотрится без пояса со стороны переда. Посмотрите, прекрасное платье. Оно может быть и просто будничным, а может быть и нарядным. Для более результативного освоения моего мастер-класса я вам подготовила чертеж-инструкцию. Где указаны все величины для построения выкройки вот этой модели. Таким образом вы сможете воспользоваться этими чертежами с экрана. Но лучше, конечно, их распечатать на бумагу. И вся эта информация находится на нашем сайте. Ссылка под роликом. Имея под рукой чертежи, конечно, вам будет гораздо проще покроить такую модель. Ткань, мои чертежи, мой мастер-класс. Ваше хорошее настроение, и в вашем гардеробе появится вот такое чудесное платье. Это платье, я вот сразу говорю, предосвещая ваши вопросы. Вот те цифры, которые будут в чертежах, они подходят для кроя модели вот такой от 46 до 52 размера. Вот такой универсальный будет ряд размеров. И это платье будет прекрасно сидеть на всех этих фигурах. С 46 по 52 размер. Не меняйте цифры. Ткань, трикотаж. Переходим к крою. У меня отрез трикотажной ткани. Полтора метра у него ширина. И полтора метра сам отрез. То есть это квадрат. Полтора на полтора. Это трикотажная ткань. Складываем ее вот так углом. На любой угол поворачиваем эту ткань. Очень ровно выравниваем вот эти два среза. Друг на друга накладываем. Один срез у нас будет поперечный, другой будет долевой. Они одной длины, по сути. Там, если только немножко деформация ткани не произошла. Они одной длины. Вот я выравниваю угол. Выравниваю эти два среза. Вот накладываю их друг на друга. И выравниваю всю ткань. Выравнила. Вот посмотрите, уголок какой получился у нас. Теперь моя задача выровнять низ. Каким образом это делается? Откладываются вот эти полтора. Ну, как обычно, это и выравниваем мы с вами. Солнце-клеш, полусолнце-клеш и так далее. Вот длина полтора, длина полтора, длина полтора, длина полтора, полтора и низ мы выравниваем. Я разметочки уже сделала, чтобы ваше время не занимать этими разметками. Вот, посмотри, тут просто не видно мела и не видно вообще никакого цвета мела. Мне приходится вам просто объяснять. Полтора и я вот тут режу, срезаю. И вот она у меня разметочка идет. Я уже отмерила эти полтора по низу. Можете вот таким образом делать, складывать. Вот так можете делать. Это уже как вы приспособитесь сами и смотря какая у вас будет ткань. Вот так мы и срезаем. У меня уже есть разметка. Вот тут я разметила. Я это смело срезаю. Так. Так. Готово. Это низ платья. Теперь наша с вами задача сделать конструкцию верхней части. Без всякой выкройки. Размер этого платья, вот те цифры, которые я буду сейчас вам озвучивать, они подойдут на размеры с 44 до 52. Ткань, трикотаж. Берем сантиметровую ленту. От верхушечки по вот этому срезу откладываем 50 сантиметров. От верхушечки по срезу 50. Ставим разметочку. Вот она у меня разметка. Постаралась посильнее нажать. По сгибу от угла 50. Ставим разметочку. Вот такую сделали. Теперь мы с вами вот эти две точки соединяем. И вот этот отрезок делим пополам. 19. Вот здесь у меня будет половиночка. Вот я ставлю вот здесь точечку, обозначающую середину нашего угла. Беру линейку и провожу линию, которая соединяет вот эту точку с вершиной угла. Провожу линию, которую вам плохо видно, но вы понимаете, что я делаю. Я же объясняю. Так, сделали. Немножко продлеваем ее ниже. Вот сюда. Теперь вот на этой линии, вновь образовавшейся, мы откладываем 60 сантиметров от угла. Посмотрите, 60. Ставим разметочку. От этой разметки в сторону срезов, а не сгиба, мы откладываем 4 сантиметра. И ставим еще одну вот здесь разметочку. И уже вот эту разметку, которая на 4 сантиметра переместилась в сторону срезов, мы соединяем опять с вершинкой. Вот так. То есть вот эта линия отклонилась. Не сильно, конечно, но отклонилась на 4 сантиметра. Вот так я соединяю. Здесь вершинка, тут 4 сантиметра. Сделали. 60, 50, 50. Далее. Вот здесь у нас с вами будет идти шов. 1 сантиметр буквально на шов, даже 0,7 можно, 7 миллиметров взять. Вот от этой 50 меточки вниз просто стачиваем. А теперь берем ножницы и делаем крой. Шов только один будет в этом платье. Вот он. Он будет проходить по спинке, но он может проходить и по полочке. Так. От уголочка режем. Вот по этой линии, не по той, которая середину разметила я, а которая на 4 сантиметра сместилась. Все. А вот этот сгиб рассекаем до разметки 50. До разметочки 50. Просто рассекаем. Так. Ставлю вот здесь разметочку маленькую. С этой разметки я буду делать строчку вниз. Крой закончен. После того, как вы прострочите вот этот шов, вам нужно сделать следующее. Вот эти наши... Сейчас, секундочку, не дорезала его здесь. Лепесточки, завязочки с изнаночной стороны. С изнаночной стороны мы их на расстоянии, вот говорю сразу, на расстоянии 38 сантиметров, 38 сантиметров, мы застрачиваем. Вот таким образом. Сложили в 2. И вот где разметочка 38 сантиметров, мы прострачиваем их до конца, вот до уголочка, и выворачиваем на лицевую сторону. Итак, каждая завязочка 37 сантиметров строчим, выворачиваем, строчим, выворачиваем. Все. На этом крой закончен. Вам остается сделать одну строчку и поработать завязочками. Обработку горловины, обработку низа, это не входит в сегодняшнюю нашу тему. Итак, крой показан. Сострачиваю и смотрим на готовый результат. Итак, платье готово. Мы его, конечно, очень просто шили. Его и кроить просто, и просто шить. И сегодняшнее мое видео было посвящено именно модели, ну, очень простого кроя. Можно даже назвать, крой проще некуда. А те из вас, у кого возникают вопросы о том, как построить базу на свою индивидуальную порой, и очень часто нестандартную фигуру так, чтобы она сидела как влитая, как потом смоделировать на основе этой базы любую модель, как ее собрать, то есть шить пошагово, правильно, используя технологию сборки моделей. Если у вас такие вопросы возникают уже более высокого уровня в области кроя и шитья, я хочу вас обрадовать. У нас есть для этого ответы. Эти ответы находятся в наших обучающих видеопособиях. Их 44. И в настоящий момент на них существенная скидка. Я благодарю наших учеников, которые уже в апреле приобрели наше видеопособие и посвящают вот это вынужденное время самоизоляции на получение новых знаний и новых умений в области кроя и шитья. Приглашаю вас всех в онлайн-школу шитья Тимофеевых. Все ссылки под роликом. А вам я желаю здоровья, 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 оптимизма, весеннего настроения и всего самого наилучшего. До новых обучающих видео! Продолжение следует...